В ближайшие дни доработанный проект обновленной конституции внесут на рассмотрение президента. Об этом договорились на совещании, где подвели итоги всенародного обсуждения. Во дворец независимости пригласили всех, кто работал над изменениями в основной закон. Активно подключились простые белорусы. За три недели всенародного обсуждения внесено порядка 7 тысяч предложений и замечаний. Словом, живое интересное лицо. Обратные связи очень ждал президент. Александр Лукашенко отметил большую разъяснительную работу, которую проводят средства массовой информации. В то же время возможное изменение конституции не дает покоя тем, кто в недавнем прошлом не просто просил, а требовал перемен. У меня анализ полностью всех их заявлений. Я там не вижу. Они плетутся в хвосте и подхватывают любой тезис, любую запятую и начинают ее не то критиковать, не то опровергать. Но то, что у них там творится, не поддается критике. Сейчас они уже отошли от своего главного лозунга. Помните? Пирамены, пирамены. И как только начали мы работать в этом направлении, это естественный процесс, перемен. А начинать надо, как все цивилизованные люди и грамотные. И основа этих перемен должна быть конституция. Все же должно быть по закону. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерно. Учиться надо и извлекать опыт из ошибок, да и положительных тенденций у друзей, соседей и врагов. По такому принципу и готовились изменения в Конституцию. Президент убежден, это подтверждают юристы. В других странах так широко обсуждать новеллы не принято. По сути, белорусы сами пишут свой основной закон. Но что дальше? Два варианта. Или народ принимает изменения к этой Конституции, и у нас появляется обновленная Конституция. Или он отклоняет эти предложения, и у нас остается старая Конституция. В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно и кому это надо. Поэтому не надо тут замыкаться на Лукашенко. Лукашенко свое сделал. Осталось основное. Принять Конституцию. Изменить законы и законодательства. Привести в соответствие с Конституцией. Мы это будем делать, чтобы все знали. С нынешним парламентом. С вами. С нынешними специалистами. Для того, чтобы привести к логическому окончанию Конституционный процесс. Вот когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите, будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам и новым правилам. В ближайшее время специалисты дошлифуют проект Конституции и направят его президенту. Ждается, что референдум по вопросу принятия обновленного основного закона пройдет во второй половине февраля. Предложение по конституционному реформированию принимала в том числе общественная приемная при Совете Республики. С его председателем Натальей Качановой сегодня встретился Александр Лукашенко. Говорили о работе с гражданами. Этим активно занимается Совет Республики. И о законотворческой деятельности при Верхней Палате Парламента создан экспертный совет. К рассмотрению нормативных актов привлекают широкий круг специалистов. В свет не выходит ни один закон, который не прошел бы сквозь экспертный фильтр. Для защиты совместных рубежей подразделения вооруженных сил России начали прибывать в Беларусь для внеплановой проверки сил. Первые железнодорожные эшелоны с военной техникой уже добрались до места назначения. Белорусские и российские военнослужащие проведут маневры по совместной обороне южной границы. Как в воздушном пространстве, так и на суше. Среди задач также борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Внезапная проверка сил предшествует совместному учению союзной решимости, которая состоится в феврале. О его подготовке рассказали сегодня в Минобороны Беларуси. Всевозможную информацию получили и иностранные военные атташе, что еще раз подчеркивает, даже в условиях военной напряженности вокруг своей границы, Беларусь соблюдает все договоренности с западными партнерами. Наращивание сил и средств у наших границ не только не прекращается, но и приобретает угрожающий для нас характер. Несмотря на неоднократные призывы к диалогу и конструктивному сотрудничеству, в том числе и в сфере контроля над вооружениями, международное давление на наше государство со стороны отдельных стран усиливается. В этой непростой обстановке главы Беларуси и России еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые мероприятия по оценке готовности вооруженных сил двух государств обеспечить военную безопасность. Детальное планирование практических действий войск в ходе проверки еще не завершено. И, следовательно, возможно внесение некоторых коррективов. Замысел учения накануне утвердил Александр Лукашенко. Главная цель – отработать совместные действия в случае различных внештатных ситуаций у границ союзного государства. Целью организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Об этом в своем видеообращении к народу заявил первый президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев появился перед нацией, опроверг слухи о своем отъезде из страны. Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах матформации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Хасмужамарту Тухаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Хасмужамарт Тухаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии Нур-Утан. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенные. В Казахстане продолжают подсчитывать убытки от массовых беспорядков. Только в южной столице Алматы необходимо восстановить около 300 зданий. Общая сумма ущерба по стране – около 3 миллиардов долларов. После массовых беспорядков ослабла национальная валюта. Значительно ухудшилась эпидситуация, которая также сказывается на экономике. Сегодня началось расследование в отношении четырех крупных АЗС. По версии следствия, крупнейшие оптовики были в сговоре и установили необоснованно высокие цены на сжиженный газ, что стало формальной причиной протестов. Продолжается поиск участников массовых беспорядков. В этом правоохранителям помогают очевидцы. Они предоставили более 5000 фото и видеоматериалов, которые позволят привлечь виновных к ответственности. Стражи порядка также продолжают изымать оружие и боеприпасы у населения. Сегодня обнаружен крупный склад вооружения вблизи южной границы страны. В силовых структурах перестановки ранее власти заявили, что спецслужбы оказались не готовы к массовой атаке на страну извне. Международная организация гражданской авиации, наконец, опубликовала отчет по рейсу Райнер, который приземлился в Минске. Документы расследования инцидента, над которым Корпели необоснованно долго разослали странам, входящим в организацию. Виновных, правда, пока не назвали. Что предпринимать и как быть дальше, обсудит Совет организации 31 января. Состоится и разговор об отмене санкций в отношении Беларуси, которые совершенно безосновательно и незаконно были введены после экстренной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска. Отдельные страны Евросоюза распространили откровенный фейк о принудительной посадке. Однако белорусская сторона представила все доказательства того, что пилот сам принял это решение. И это оппонентам не нравится. В этом отчете идет констатация технической информации, тех показаний, которые удалось собрать, и ссылок на Чикагскую конвенцию о гражданской авиации. Кстати, штаб Тихановский быстренько отреагировал и тоже очень, так сказать, я бы сказал, разочарованно. Они поблагодарили, но вместе с тем у них есть сожаление по поводу того, что не названы конкретно и виновны в том, что произошло. Эта история тянется с весны прошлого года. Глава департамента по авиации Беларуси не раз отмечал, что ИКАУ находится под давлением ЕС и затягивает доклад, дабы оправдать незаконные санкции. О грязных намерениях своей страны по отношению к Беларуси говорили сегодня представители гражданского общества Литвы. Они прибыли в Минск и первая встреча с главой белорусского МИДа. Как отметили гости, литовская общественность четко понимает, какую подлую политику проводит Вильнюс в отношении Минска. Все это в угоду Западу, и многие, если не сказать большинство, с такой риторикой властей не согласны. Представители гражданского общества Литвы приехали в Беларусь, чтобы обозначить, литовский народ всегда будет дорожить добрососедскими отношениями с Минском, люди против напряженности в регионе, которая нарастает из-за стягивания сил НАТО к белорусским границам, ситуация на пороге возможной войны. Это не то, чего хотят простые граждане Литвы. Нам не нравится эта политика. Она такая грязная. И как-то простые люди Литвы знают, что это все разбивается только потому, что это выгодно американской стороне. Мы, конечно, это видим. И мы гордимся, что вы сохранили вашу страну, что вы не удали разделить это все имущество, которое вы имеете. Это все ваше, а потом оно станет чье-то. Вы сохраняете свои рабочие места, свои заводы, потому что это ваше рабочее место. И то, что вы там зарабатываете деньги, идет все же на благо государства. Это же и ваша медицина, и ваше просвещение, и вся ваша социальная сфера. Это все государство. И пока это все ваше, вы чувствуете себя по-другому, уверенно. А у нас растут человеку, который работает у капиталиста. Уже становится очень сложно выжить в этой среде. И тогда уже мы, когда и большая конкуренция. Я думаю, что вы должны подумать, посмотреть на ошибки, которые сделал наш народ. Литовская делегация пробудет в Беларуси несколько дней. Министр поблагодарил за этот визит в Минск и отметил, что о сегодняшней встрече в МИДе будет доложено главе государства. Сегодня стало известно, кто возглавит Европарламент после ушедшего из жизни Давида Сассоли. Новым спикером стала депутат от Мальты Роберта Мецсоло. Она набрала большинство голосов. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента. Роберта Мецсоли 43 года. Она самая молодая председатель Европейского парламента. И третья женщина на этой должности. Срок ее полномочий – 2,5 года. Эксперименты над заключенными в США осуждены судятся с исправительным учреждением. Руководство тюрьмы округа Вашингтон и лечащего врача обвиняют в медицинских опытах. Больных ковидом лечили противопаразитарным препаратом. При этом все противопоказания им пришлось испытать. Многие жаловались на ухудшение зрения, желудочные спазмы. Большие дозы, которые давали заключенным, могли привести к гибели. Теперь лекарям-самоучкам придется объясниться, какого эффекта они ждали от своих опытов. С погони и стрельбой пограничный наряд задержал злоумышленников, которые совершили наезд на военнослужащего и пытались незаконно пересечь белорусско-украинскую границу. Инцидент произошел ночью. Легковой автомобиль направлялся к государственной границе, минуя официальные пункты пропуска. Пограничники подали знак остановки, однако водитель намеренно не выполнил законное требование. Для пресечения противоправных действий пограничный наряд применил табельное оружие. Были произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались двое граждан Беларуси. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Пострадавшему военнослужащему оказана медицинская помощь. Православная верующая готовится отметить один из главных праздников – крещение или богоявление, которому предшествует сочельник. Как и перед Рождеством в этот день постятся. На столе сочева крупа с изюмом и медом, а в церквях, куда традиционно устремляются потоки верующих, литургии, после которых чин освящения воды. Она считается целебной. Ею окропляют дома и, храня до следующего праздника, пьют с молитвой, когда болеют. Мы воспоминаем события, прошедшие на Иордане, когда Господь Иисус Христос, воплотившийся Бог, пришел для того, чтобы совершить крещение, показав тем, что крещение – это таинство, в котором мы рождаемся для новой жизни духовной. Есть и народная традиция, связанная с этим днем. Гадать церковь не рекомендует, а вот окунание в прорубь приветствуют, только с поправкой, без вреда для здоровья. Безопасно окунуться в священную прорубь в Минске можно в семи точках. Столичная купель откроется сегодня в 6 часов вечера. Рядом с ними будут дежурить врачи и спасатели. Предусмотрены раздевалки, отапливаемые палатки с горячим чаем и солдатской кашей. Развернется выездная торговля, а глаз порадует подсветкой и фотозоны.